Мы сегодня вынуждены говорить о плачевном состоянии российских вооруженных сил. 20 с лишним лет реформ, 20 с лишним лет дерганья офицерского корпуса, доведения армии до изнеможденного состояния. Все реформы, о которых так много говорил президент, говорит председатель правительства, фактически обернулись механическим сокращением численного состава офицерского корпуса и в целом вооруженных сил. К сожалению, мы сегодня констатируем о том, что наши вооруженные силы не могут проводить уже операции стратегического значения. Сегодня мы констатируем о том, что наши вооруженные силы могут вести лишь вокальные войны и то в небольшой промежуток времени. Я еще раз хочу сказать, к стыду российского государства, в первую очередь к стыду президентской, исполнительной власти, правительства, сегодня социальная защищенность офицеров, офицерского корпуса оказалась ниже, чем социальная защищенность гражданских чиновников. Задайтесь вопросом, когда это было, не было в царской России, тем более не было при советской власти. Мы глубоко убеждены, что господин Путин делает все для того, чтобы вооруженные силы свести до нельзя. Вот вам плакатная сторона, вот вам забота, вот господин Путин на самолете, вот господин Путин в подводной лодке. А что на самом деле после этих визитов, после этих демонстраций? Разруха, неустроенность, неуверенность. Я вам должен сказать, что, к сожалению, сегодня, так же, как и на протяжении двух последних лет, опять около 300-400 офицеров кончают жизнь самоубийством из-за неустроенности жизни своих семей. Сегодня мы собрались для того, чтобы выразить протест по поводу того, в каком нищенском состоянии живут наши военные пенсионеры, ветераны военной службы. Но я хотел бы сказать, мы тем самым заявляем или говорим о глубокой тревоге вооруженных сил. Если сегодня мы говорим о неудовлетворительном обеспечении пенсиями пенсионеров, то значит власть молодому лейтенанту, который приходит служить вооруженные силы, дает понять, что у тебя будет через 20-30 лет служба вооруженных сил. Вот такое нищенское прозябание. Сегодня сокращают 200 тысяч офицеров, 170 тысяч военных прапорщиков и эмичманов. Набирают сержантов. Подчеркивают, большей диверсии под боеспособность вооруженных сил уже придумать невозможно. Я должен вам сообщить о том, что 170 тысяч военных пенсионеров сегодня живут за чертой бедности. 46% военных пенсионеров имеют доходы или пенсию примерно ниже среднего уровня заработной платы. Это вот так называемая забота о наших вооруженных силах, о которой мы слышим каждый день с экранов телевидения, через радио и средства проправительственные, средства массовой информации. Я должен вам сообщить, что в начале января по поручению исполкома движения в поддержку армии я обратился к президенту, рассказав об этом нищенском состоянии военных пенсионеров. Полгода прошло. Только сейчас из кремлевских апартаментов слышится, да, надо подумать, да, надо компенсировать. И сколько нам хотят компенсировать военным пенсионерам? Двести сорок была компенсацией, сегодня хотят восемьсот рублей. Это подачка. Это не только подачка, это унижение. Притом не наимоверном росте цен на продукты питания, за проезд и так далее, и так далее. Мы хотим заявить, что мы не требуем подачки. Нам подачки не нужны. Нам нужны твердые гарантии. Гарантии, которые были бы установлены законом. О достойной пенсии, о достойной социальной защищенности военнослужащих. Тогда и в армии будет порядок, тогда и в армии будет дисциплина. В сентябре месяце мы проведем общественный трибунал, который поставит вопрос об ответственности господина Путина, как президента, как председателя правительства, за развал вооруженных сил, за ослабление обороноспособности и безопасности нашего государства. В завершение я бы хотел обратиться к тем нашим ребятам, которые носят погоны. Вы не думайте, что вам все принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Мы, к сожалению, пока не слышим о вашем протесте. А коли не слышим, то власть говорит, видите, не ропщат. Значит, все у нас хорошо. Еще раз хотел бы сказать, давайте объединимся, давайте сделаем прорыв здесь, а дальше будем ставить вопрос о власти в целом. Власть ведет так себя по-хамски, поскольку мы ей разрешаем вести себя именно так. Сплотим наши усилия, вместе мы победим. Ура! О министре я говорить не буду, о нем много говорилось. Но вы посмотрите, таки у него замы набрал женщин-непрофессионалов. Кадрами сегодня руководит женщина. Какие кадры она может подобрать, понятно. Кто руководит сегодня воспитательной работой в вооруженных силах? Тоже женщина, которая никогда в вооруженных силах не была. Теперь уже и занимается госзакупками вооружения. Тоже женщина. Вот до чего мы дожились. Естественно, ничего хорошего от этой власти ждать не приходится. Но я хочу сказать другое. Сегодня на этой площади должно быть не несколько тысяч тех, кто выступает за свои социальные права, а должны быть десятки тысяч, сотни, потому что только по Московской области десятки военных городков. Это не позор, это преступление. Это война против России. И мы это хорошо должны осознавать, не закрывая глаза. Генерал Ивашов говорит, что все, что делается в последнее время, все программы, которые принимаются для армии, все эти покупки французских мистралей, израильских беспилотников, все это для того, чтобы наша армия стала просто-напросто экспедиционной службой для армии Соединенных Штатов и армии НАТО. Мы не можем мириться с этим. Здесь говорили о пенсиях, о низких, позорных пенсиях для граждан России вообще и для военнослужащих тем более. Но еще никто не говорит о том, что скоро даже будут убирать эти пенсии, сокращая расходы на выплату пенсии тем, кто раньше срока уходит. Пора заканчивать с этой дипломатией, пора заканчивать с этим терпением всеохватывающим. Мы должны отстоять великую армию, великую родину. Это завещано предками. Вперед победить! В ближайшее время мы с вами должны готовиться к трем крупнейшим политическим акциям. У нас в ноябре, в октябре пройдут местные выборы, которые покажут расстановку политических сил. Практически, если вы посмотрите на экран телевидения, уже началась предвыборная кампания. Вы без конца видите два действующих лица, коммерческие репортажи хорошо проплаченные и одновременно полное безволие к восстановлению элементарного порядка в стране и достойной жизни. Мы предлагаем национализацию минеральной природной базы, которая позволит нам поддержать экономику, субсидировать все социальные программы и уверенно смотреть в будущее. Мы предлагаем вокруг компартии объединить все государственно-патриотические силы и мощной командой идти на предстоящие выборы. Мы не исключаем досрочных выборов и в Государственную Думу. Они будут зависеть от того, хватит ли в казне небольших ресурсов для того, чтобы подкупить отдельные социальные слои, ублажнить ветеранов и попытаться снова утвердить Единой Россию. Но последние выборы на местах, особенно в городах, показали, что эта политика обречена на провал. Они проиграли нам выборы с Треском в Твери и Ржеве. Они недавно потерпели крупные поражения в Иркутске и Братске, где самый молодой город, там средний возраст, 34 года. Они потерпели поражение в казачьем круге Новочеркасске и они с озабоченностью сегодня смотрят на то, как авторитет растет в нашей партии. Только в результате ленинско-сталинского призыва в партию пришло 20 тысяч молодых, талантливых, крепких, умных, самых современных, энергичных ребят, которые в состоянии эффективно бороться как на выборах за права трудящихся, так и в ходе акций протеста. Да здравствует социалист! Да здравствует наша армия! Да здравствует новые победы! Ура!